Глава 1. Христианство. Опиум для народа. Конечно, марксизм и христианство расходятся в понимании того, в чем заключается проблема ветхого человека. Какой новый человек необходим и какими средствами достигается этот новый человек? Но об этом позже, а пока давайте вернемся к вопросу опиума. Если верно то, что в некоторые времена и в некоторых странах религия выступала в качестве успокаивающего средства, то верно и то, что и в наше время гуманистические философские учения, как правые, так и левые, проявляли себя в качестве мощных возбуждающих средств. Их обещания о будущей утопии, взывая к человеческой совести с ее врожденными критериями того, что правильно, а что нет, побуждали людей совершать героические поступки и жертвовать собой для осуществления обещанной утопии. Во второй половине этого столетия миллионы людей умерли во имя таких целей. Но обещанная утопия не осуществилась. Она кажется еще дальше, чем раньше. Те надежды, которые возбудили в этих миллионах погибших людей эти гуманистические философские учения, за которые они отдали свою жизнь или ради которых у них украли их жизнь, оказались обманчивыми. Что же нам тогда сказать об этом инстинктивном развлечении того, что правильно и что неправильно? Оно присуще всем нам. Благодаря ему нам кажется, что с нами должны поступать справедливо. Оно побуждает многих людей сражаться для достижения этой справедливости. Ясно, что не религия внедрила это в человеческие существа, потому что это так же остро присуще атеистам, как и верующим в Бога. Откуда же это берется? И насколько можно довериться этому чувству, ожидая, что когда-то справедливость восторжествует? Библия говорит, что Бог, наш Творец, внедрил в нас это чувство. За ним стоит весь его божественный авторитет. И хотя в нас и в нашем мире оно часто подавляется, искажается, терпит поражение, становится предметом обмана в результате греха и бунта человека против Бога, когда-то оно восторжествует. Бог будет судить этот мир праведным судом посредством Иисуса Христа. Так же будет окончательный суд. Все жители Земли, когда-либо жившие на Земле, подвергнутся справедливому суду. Это вселяет огромную надежду. Стоит подвязаться за справедливость и противостоять всякому греху, злу и растлению. Наше чувство добра и зла достоверно. Оно не иллюзорно. «Ну нет», — скажет гуманизм. «Наше чувство, развлечение того, что правильно, а что нет, не столь важно. Оно просто-напросто является результатом эволюции. Тогда нет гарантии, что оно будет удовлетворено по отношению к любой конкретной личности или конкретному поколению. А так как Бога нет и окончательного суда не будет, то миллионам людей, которые несправедливо пострадали на Земле в прошлом, не видать справедливости даже в грядущей жизни, потому что такой жизни и нет. Более того, для миллионов людей, живущих ныне, надежда на справедливость в этой жизни или в грядущей окажется глумливым обманом. Какой же тогда смысл подвязаться сейчас за справедливость или даже за какую-то будущую утопию, которая, подобно уже обещанной нам в этом столетии, никогда так и не осуществится? Это ни к чему не побуждает, это вовсе не успокаивает, это подавляет. Но давайте теперь рассмотрим предположение, что существенно только формированию нового человека. В этом вопросе Библия не расходится с Марксом, вопреки многим видам распространенной религиозности. Библия учит, что человек изначально плох, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Книга пророка Иеремии, глава 17 стих 9. Ничто, никакие самые лучшие религиозные ритуалы или виды дисциплины, ни даже честные этические поступки не могут исцелить дурное человеческое сердце и сделать человека приемлемым для Бога или подходящим гражданином любой утопии. Ничто, кроме удаления этого дурного человеческого сердца и замены его новым сердцем, новым духом. Другими словами, только сотворение нового человека посредством личного покаяния и веры в распятого, воскресшего Сына Божья, что ведет к примирению с Богом, прощению и новой жизни. Книга пророка Иезекииля, глава 36 стих 26, послание к Титу, глава 3 стихи с 1 по 7, второе послание к Коринфянам, глава 5 стих 17, послание к Ефесянам, глава 2 стихи с 8 по 10. Марксизм же, наоборот, всегда учил, что человек изначально неплохой, но только несовершенный, деформированный и отчужденный по причине капиталистического угнетения. Стоит только удалить это угнетение, и человек спасет самого себя и свое общество своими собственными делами. Но опять-таки, горький опыт доказал, что и эта надежда обманчива. Во все века, и особенно в наше время, самые лучшие политические и экономические схемы разрушались и продолжают разрушаться непрестанным человеческим эгоизмом, завистью, ревностью, алчностью, похотью, пьянством, воровством, ложью, жестокостью и убийствами. История доказывает, что, как и учит Библия, человек изначально греховен и плох. Как же тогда он может спастись? Конечно, не делая себя независимым от Бога, это причина проблемы, а не средство исцеления. Не даже при помощи религиозных ритуалов и добрых дел. Христос так выразил, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. От Иоанна, глава 3, стихи 6 по 7. Собаку можно кормить, приводить в порядок и учить, но эти средства никогда не превратят ее в человеческое существо. Чтобы стать человеком, ей нужно родиться заново. Единственным средством превращения падшего греховного человеческого существа в Дитя Божье является перерождение Духом Божьим. Надежды на достижение этого какими-либо другими целями являются обманчивыми.